Сегодня, 2 мая 2022 года, мы пришли в зоологический музей. Наконец-то такое старинное здание, карта висит мира в зоогеографической области. И сейчас будем смотреть, что есть. Тут как бы история создания в 1715 году. В 1714 году, естественно, исторические коллекции Петра I были перевезены в Петербург и размещены в Летнем дворце в составе музея редкостей. Вот это, в общем, все это началось с Петра I. Ну и дальше там Екатерина продолжили дело. Остальные цари, Николай II. 500. Так, врага тут, животных, черепа. Подарок Ведикого князя Николая Михайловича, вот этот черепок. Тигр. Туранский. 1758 год. Запаспийская область. Черептигра. Косули. Вот это из первых экспонатов хунсткамеры 1716-1725 года. Лошадь по кличке Лизетта, служившая Петру I во время Полтавской баталии. И собака породы Буллинбейсер Бакадаб. По кличке Тиран. Вот они сохранились. Собака породы Гладкошерстный. Терьер по кличке Лизетта. Животные, принадлежавшие Петру I. Да, мощные, конечно. Петр I сам. Ну и вот тут, вау, скелет огромнейший. Что это такое? Кошелота, наверное. Вот и все скелеты. Эмбрионы дельфина. Малыши. Настоящий скелет Кошелота, наверное, да? Или что это? А нет, синий тигр. Скелет синего тигра. 1758 года. Скелет. Круто. Скелет. Пошли дальше. Смотрите. Такое интересное. Пивни Нарвала. Редкая вообще эта вещь. Пивни Нарвала. Вот они как выглядят, как опья. Интересно, конечно. И разве там? Вот еще изби Нарвала я здесь. Гладкая кость. Очень гладкая кость здесь. В экспозиции есть гигантские тигры. Вообще это черепаек. Череп гаганского гавиала. Вот это Нильский крокодил. Какой огромнейший крокодил. Просто огромнейший. Культ Нильского крокодила. Сидит-то еще 10. Погнали! Погнали! Сидит-то еще 10. Главное время. Погнали. Встреча с Белым. Благодаря! Доброе утро! Что-то за 60-ти? Что-то за 70-ти? Ура! Что-то за 90-ти? Ура! Ура! Чёрный кайман, кайманы, какого-то кабана завалил, баран, наверное, да, точно, в комодке биржанский баран. Баран. Посмотри, какая змея, посмотри, какая змея, питон, вот питон, смотри, настоящий, какой огромный, смотри, вон, покупка императора Петра I, анаконда, вот она, покупка, анаконда настоящая. Вот так она загладкивает, фигровый сестон загладкивает своим. Император Петра I приобрел это чучело у известного голландского натуралиста Ацебе в 1716 году. Шкура анаконда при перевозке из Южной Америки в Европу сильно пострадала, была утеряна голова, осыпались ноги и чешуи. Чучело было предано, предано неестественной змеи с середеобразной золотой позы. При изготовлении чучела шкура была несколько растянута. Тем не менее, длина поймана змея, очевидно, составляла не менее 6 метров. Вот такая вот змея с чешуями. Вот тут еще вот такие у нас, о, ядовито, шумеющая гадюка. Рогатая гадюка. Здесь одни гадинки. А вот скелет, китайская кобра. Такой скелет. А вот здесь уже в стиле. Кобра. Египетская кобра. Бушмейстер. Кобра. О борьба. Сейчас такой встретите. Дети тут шумят, орусь. струсенок малыш вот яйцо гигантской струс струсу подобные птицы достигали в высоту 3 метра дожили до исторического времени на острове мадагаскар отвечает чрезвычайно мощные трехпалыми ногами и видимо жили в лесах хорошо сохраняющие свете я беру и пиар внизу в 5 7 раз превышает есть струс достигают веса 9 12 килограмм а вот обычный из устрауса сравнение да и пиарнесса и пиарнесси походы не тоже струсов длиннолапый японский краб встречается на больших глубинах у берегов японии затягает 3 метров размер лишнее размачивание такого встретишь в море кондратьев хватит а вот моя рука когда и вот рамы потом арсиане чужие 2 дальше вот здесь экспозиции крабов и всяких паукообразных и скорпионы дальше и дальше переходит на пауко 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 птицы и еды за контракт и хватит так таранту не давида рампу русский таранту итальянский таранту рачки таранту южный таранту опять и скорпиончик и американские скорпионы офигеть какой большой британский итальянский скопион ядовитый скорпионки варка клещи паразиты переносчики увеличенные всякое куриный клещ фошарный клещ чесоточные зуды модель зудня величина в 200 раз арнитодорос настоящий листья величина дермоцентор маленький накат маленький накат на дуке уже тоюжный клещ наиболее распространенное в тоюжной зоне Карелии до Дальнего Востока какие клещи принципалитные клещи ооо ракушки перламутр вообще красота мраба не молчу переливается красота да перламутр и жемчуг ооо ракушки прошли красиво красота разного вида они с ракушки все такое все такое вау торчика ползалюционного тут белые медведи огроменные вау за чего страшно да да с таким встретишься мало не покажется огроменный костик капец просто капец вот что у нас березовский мамонт останки взрослого мамонта бренадина охотником первеном Семеном Тарабыкиным на берегу реки Березовки правого притока реки Колымы в августе 1900 года 3 мая 1901 года на место находки выехала экспедиция императорская академия наук под руководством старшего зоолога зоологического музея герцог после окончания раскопов в феврале 1902 года почти год экспедиционный транспорт прибыла геркутская откуда по железной дороге был отправлен в Петербург в 2003 году уникальный экспонат был выставлен для обозрения в зоологическом музее императорской академии наук Мерезовском музее измельчинке составляли ааа возраст предстоит около 44 тысячи лет ааа 44 тысячи лет вот это мамонт та 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 пусть мама узнает пусть мама придет пусть мама Мамонта непременно найдет, ведь так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Ямайский мамонтан. Походу не нашел мамонта. Скелет Ленского мамонта был обнаружен в 1799 году. Абсолютный возраст находки по данным природного анализа 35800 лет. 35800 лет этому мамонту. Вот такие мамонты были на земле. Вивнил мамонтов. Представлены. Там полированные картины. Тут их очень много. Все разнообразные. Южный слон. Один из крупнейших, более 4,5 метров высотой, представитель отряда Коботка, когда-либо населевшая земля. Обитал на территории Евразии и Северной Атаги. Степных и лесостепных ландшафтах. Концепт плюс цена. Ленин плюс цена. Около 2 миллионов лет тому назад. Питался дровой. Бетвями и листьями деревьев. Демонстрируемый скелет и довезет бескопаемого зверя был найден на северном берегу Азовского моря. Окрепственность тех поселка Приморска в июне 41-го года. Перед войной, видимо. Раскопки были прерваны начавшейся войной. А в 1942 году скелет был вывезен в Германию. После окончания войны вместе с другими музейными ценностями уникальный эскадр был возвращен в Украину. А затем передан в зоологический музей Академиал СССР. Реконструкция внешнего вида дружного слона. Реконструкция. Офигеть. Такие огроменные были дружные слоны. Рука моя. Я вон... Я вот здесь всего снять не могу, надо идти подальше. Чтобы его заснять. Сюда не до потолка. Индийский слон. Вот такой вот он. Станинский слон. Друзья, я не знаю. Индийский. Малыш. Такого нашли. Малыш. Друзья, я не знаю. Малыш. Там. Волшеб. Там. 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 Субтитры создавал DimaTorzok